Здравствуйте мальчики и девочки! Сегодня будем готовить луковые кольца в кляре. Для этого нам понадобится лук, немножко соли, прям вот четверть чайной ложки я насыпала, и одно яйцо, две ложки сметаны и две ложки муки для кляра. И конечно растительное масло, на котором мы все это будем жарить. Я уже его налила в свой сотейник и сейчас поставлю его разогреваться. Начну с лука. Его надо порезать крупными кольцами. Толщина где-то, ну, примерно ближе к сантиметру толщина колечек. Я взяла крупные луковицы. С крупными это удобнее гораздо делать. И начинаем вот эти колечки отделять. Друг от друга. Делаем колечки. Приготовила миску. Буду их сюда складывать. Совсем уж маленькие сердцевинки я не буду использовать. Тут надо посмотреть. В одну сторону они хорошо выдавливаются, а в другую сторону хуже. Надо посмотреть, с какой стороны лучше выдавливаются. Ну вот, все, готово. Теперь кольца временно убираем. И будем делать кляр. Я взяла венчик и буду смешивать все венчиком. Сначала яйцо размешаю. Посолю сразу, чтобы соль начинала таять. Сюда же выкладываю сметану. Смешиваю. И сюда же муку понемножку. Потом вот такой вот. Масло разогрелось. Я беру вот луковое колечко первое. Обмакиваю в кляр. И вкладываю в разогретое масло. И потом начинает. То же самое делаю дальше. Ой, с камерой руки промахиваюсь. И вот оно так жарится, как у нас. Я бы прошла, наверное, меньше минуты прошло. Я отключала камеру. Надо пошире полокосырку взять. Здесь узковато. Вот уже одна сторона поджарилась. Я их переворачиваю. Я, наверное, кляр сделаю погуще. Потому что капелек очень много падает в масло. А если будет более густой кляр, то этих капелек повеньше будет. Или вообще не будет. Все тесто будет оставаться. Я подмешала уже сюда еще где-то пол столовой ложки муки. Кляр. И следующую партию попробую уже погуще кляр. Ну вот, кольца уже с обеих сторон поджарились. Нарядные, красивые, хрустящие. Можно вынимать. Я вот такой вот шумовочкой буду, в которой масло стекает с дырочками. Буду вынимать и выкладываю в тарелочку. Дорогие друзья, кольца я приготовила. Но я хочу сказать, что две луковицы это прямо много. Вот эта у меня тарелка, и примерно чуть меньше, чем здесь, мы уже съели, пока готовили. И у меня еще осталось вот столько колец. Снос, окончился кляр. Поэтому, если планируете делать две луковицы, кляры делайте побольше. Но получилось вкусно. Я еще советую сверху присолить немножечко. Солью чуть-чуть посыпать, чтобы оно было более солененькое. И я советую все-таки использовать широкую сковороду. Тогда их больше влезает. Они все равно невысокие, масла много не понадобится. Ну вот. Если вам понравилось это видео, попробуйте сделать. Вам понравится и блюдо. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok